Хорошо, отлично. Мы, разумеется, в Гильвеции, у Юниса Теймур-Ханлы, но вообще я хочу сказать, Оль, смотрите, как здорово, Россия, наконец, укрепилась, как оплот вечных традиционных ценностей, и прекрасным показателем этого служит то, что, наконец, остепенился анонизм, да? Он прекратил быть забавой пионеров и вообще забавой детей и стал уделом предельно почтенной публики. Вот зря вы делаете такое лицо, потому что это, Оля, у вас в Москве на Ленинском проспекте, в доме книги, в зале, в торговом, респектабельнейший господин с бородкой и портфелем совершил сеанс публичной мастурбации, по-моему, сегодня утром, Оль, да? По-моему, вчера это было. Книга «Патриарх Кирилл. Жизнь замечательных людей». И, возможно, именно к этой книге прокрался представитель Российской Академии Наук. По крайней мере, это объяснимо, потому что страсть зачислить в почетные профессора, то есть почти в академике Российской Академии Наук Володя Гундеева, иначе объяснить невозможно, да, кроме как просто вот то, что называется любовью. А вы поняли, кстати говоря, сегодняшнюю историю, там, что начали все... Сейчас мы сейчас... Матвиенко отказывается. Да, мы сейчас этому делим внимание, да. Тем не менее, это основная тема недели. Любопытно, что российскую науку решили вот так фундаментально украсить матерым церковником, чья основная обязанность представлять, предлагать и пропагандировать абсолютно первобытную антинаучную точку зрения на все происходящее. И, вероятно, это должно украсить российскую науку. Я напоминаю, что это именно РПЦ, то есть Гундяевская контора чморила в свое время труды Сеченова, самого Ивана Михайловича собиралась отправить на Соловки на покаяние, она запрещала издавать Дарвина, громила анатомические коллекции в Казанском университете, проклинала развитие, прогресс. И контора с тех пор не изменилась, вообще на ангстрем в своих представлениях о жизни. И тут непонятно, кто вообще выглядит в этой ситуации смешнее. Тот, кто предлагает звание академика, или тот, кто его принимает. То есть окончательно идиотами выглядит, конечно, и та, и другая страна. Вот, впрочем, я говорю, что этот инцидент в Доме книги с новоизданным биографическим сводом Гундяева многое объясняет, это просто любовь. Потому что вот если мы прислушаемся к речи пресс-секретаря Академии наук, понятно, что это действительно любовь, потому что в переводе, что она говорит о Гундяеве? Она говорит, он просто прекрасен. Товарищ Гунев, и большой ученый в переводе, вот все то, но к этому еще приплетено. Сердцу не прикажешь, Александр Леонидович. Да, к этому еще приплели какую-то тухлую цитатку Якобы Эйнштейна, которую он не говорил, и которая оказалась реплика из художественного фильма. Ну и было еще вот интересно, что был вернут такой мощный аргумент. Что он дружил с Капицей. Да, что он тусил с Капицей одно время, и Капицей был с ним приветлив. Но если почитать воспоминания о Капицей, о Сергее, то он действительно был предельно деликатным человеком. Он приветлив был со всеми вообще. Очень доброжелательный, особенно с убогими. Вот есть свидетельства о том, как он беседовал с водопроводчиком, который часто приходил к нему на, если не ошибаюсь, на Ленинский проспект. Это был сантехник, он там все время ломались краны на кухне, сантехник все время чинил. Это был такой, судя по воспоминаниям, такой идиотоватый, но очень милый человек. Но вот, кстати говоря, все не так просто. То, что сантехник тоже приободрился, да, и он уже золотит вантус, чтобы получше выглядеть рядом с Гундяевым в президиуме Академии наук. Понятно, что он следующий кандидат в академике, потому что критерии отбора в академике обозначил, тусил с капицей, значит академик, да. Но это все прекрасно. Это все делает картину... Еще сочнее, вы смотрите так на мою ручку, это мне подарили роскошную, потрясающую ручку, а эта серия ручек была сделана... Это все, что это шприц такой переносной. А? Что это шприц такой переносной. Нет, 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 эта ручка была сделана в память о какой-то опере Верде. Оперу я не слышал, но мне так понравилось название. Название травивата, травивата, а, или травивата, не важно. Это там байки травят все время в опере. Нет, травивата это другое. Да, травивата это чудесно. Это про траву уже. Так вот, смотрите, дело даже не в том, что вот эти заношенные серые пиджачишки сидельца Фран сейчас расцветятся и обогатятся спецовками, и парчевыми, и брезентовыми. Вопрос в том, насколько наука, наука Гундяева определяет сознание и поведение российских масс. Вот это уже интересно. Он представляет собой некую науку, и надо сказать, что его наука хорошо, Демарский, крепко определяет сознание и поведение, потому что вот смотрим, за последнюю неделю у нас что выпадает? Выпадает Белгород или где-то его окрестности. Там православные бабушки и дедушки убили внучат. Нафиг топором, на днях. Откуда вы знаете, что они православные? Все про них написано. Внучатам три года и пять лет, и выяснилось, что внучат-то были одержимы бесами. А это вот те самые бабушка и дедушка довольно молодые, там сорока с небольшим летом. Да, 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 да. Но вообще нетерпимому отношению к разным родам бесам и инакомыслию православная церковь, кстати, учат в первую очередь. А белгородские бабушка и дедушка просто следовали ее учению, ее науке. А потом вот на этом странном митинге по неотдаванию Курил разоткровенничался в очередной раз, требуя военным путем захватить Киев не какой-то частный, никому неведомый безумец-маньяк, которого просто пустили на трибуну, а совершенно законный, метрофорный поп московской патриархии. Понятное дело, что это был, конечно, Чаплин, потому что это кровожадность, это его стиль. Но он ведь тоже не какой-то выдуманный левый персонаж. Он за все свои дичайшие реплики не то, что не лишен цана, а получил еще, по-моему, пару церковных наград. Является протеереем, настоятелем. У него есть наградной на перстный крест, другие регалии. То есть он цитируемый, авторитетный. Потом мы помним, науку Гундяева это еще запрет на сортированного строящихся храмах. Помните, да, этот спор сортирников? Ой, да, давняя история. Сортирников и бессортирников. Ну и сам Гуня, конечно, с его уверенностью, что антихрист придет из интернета. Это, вероятно, и есть наука Гундяева. Короче, все понятно. И если это все-таки свершится, то ран, наконец, станет во всех смыслах этого слова абсолютно убогой организация. Ну, то есть уже и буквально убогой. Совершенно верно. Да, но вот сейчас пока там есть трение, церемония приема отложена для того, чтобы конфетка стала слаще. Но вы же понимаете, что с теми учеными, которые воспротивились, сейчас ведется серьезная работа. Им объясняют, будут у них гранты на их лаборатории, будут у них дотации на их исследования или их не будет. И этот механизм описывает бессмысленно, все понятно. Но все-таки, по-моему, такое впечатление, что их отдернули, и, по-моему, все-таки обратно. Нет, нет, нет. Как раз они готовили, готовили Гундяева академикам в подарок Кремлю, но вот там вот несколько совсем уже замшелых боровичков, которые плохо ориентируются в реальности, они восстали. И с этим тоже приходится считаться. И, кстати говоря, Валентина Ивановна отказалась там сегодня от какого-то почетного членства тоже в Академии. Да, 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 конечно. Александр Иванович, простите, а почему почему вы считаете, что вот именно именно патриарший академизм это такой прям вот камень преткновения? У нас кто только не считается академиками. У нас, по-моему, Кадыров академик, Виталий Наумович, вы не помните? Академик. Удивительно, что у нас удивительно, что у нас не академик Мединский. А Мединский против неизвестных наук? Было бы логично. Нет, у него направление генетика, да, вот он, опять-таки, возвращаемся к интернету, он бреснул заявлением, что в интернет будущего вообще пускать будут только по предъявлению паспорта, да. Да уже сейчас половина входит по отпечатку пальца. Он забыл добавить, что надо будет еще предъявлять справку о наличии лишней хромосомы для того, чтобы попасть в его интернет, и чтобы там могли собраться только обладатели лишних хромосом, и шумно хвалить кино про танки без всяких там посторонних. Вот, они очень интересно мыслят будущее. Они, у них задача стать самым тупым, самым неразвитым, самым архаичным государством, но чтобы все боялись самым страшным, да. Да, вот где мироточат танки, где гундяев академик, где интернет только для даунов. Вот идеология Российской Федерации наконец-то сформировалась. Быть самыми нищими, самыми отсталыми, самыми покорными, самыми архаичными и всех победить. А вот знаете, я вот подозревал, вот нам здесь пишет из Пензы наш слушатель, вы знаете, что и у Папы Римского есть почетное профессорское звание? Ну и пусть. Почетное профессорское звание, надо посмотреть в реальности, какие у него есть труды, потому что там теология, давно, к сожалению, все равно затесавшись в так называемой науке, имеет право голоса. И во очень многих солидных университетах существуют исторические как бы эти кафедры, которые когда-то образовались еще там, не знаю, в 13 веке. Но я возвращаюсь вот к этой мечте о русском мире, как о самом отсталом и самом архаичном и вместе с тем самым страшном. Тут есть одна нестыковочка. Дело в том, что в современной войне самое архаичное государство в общем победить не может. Хотя, вот мне все-таки непонятно, почему Мединский не академик, потому что туда вот в президиум Академии наук Гундяеву к сантехнику с золотым вантусом вот Мединский в его какой-то, помните, левый где-то купленный на барахолке якобы ученый Манти, он бы очень хорошо вписался. И мне нравится, как им всем нестерпимый зуд причиняет интернет, потому что по поводу интернета с интернетом воюют там какие-то Гордоны, Соловьевы, Кириллы. Они понимают, откуда придет их кончина, да? Они понимают, что никому, кроме свободного интернета, не справятся с этим гноистым, слепым зомби, которого они зовут, церковники из Патриота, зовут из прошлого, чтобы он воцарился бы окончательно. Ну, в общем, короче говоря, Оля, могу еще сказать, выть подано. Так. Выть подано, да. Это могло бы быть лозунгом прошедшей недели. Но выйти надо только на Луну, потому что вот россиянам с подозрительной настойчивостью зачем-то долго, усиленно впаривали абсолютно рядовое астрономическое событие. Да, запоминание Луны, да. Да, была развернута целая рекламная кампания, описывались волшебные изменения цвета, фактуры, яркости. Вот хоть увойся на нее, очень соблазнительно. Что туда смотрели. Да, чтобы туда смотрели. Совершенно верно, да. Ну вот, вероятно. Простите, но многие свое дурное самочувствие списывают на какую-нибудь особенную Луну. И тогда все логично. Почему вы так себя плохо чувствуете? Может быть, вы не ели? Нет, просто полнолуние. Очень хорошо. Нет, дело не в этом. Дело не в этом. И дети, по-моему, где-то в Кузбассе, которые сейчас помирают и падают в голодные обороки, они тоже вряд ли подозревают и справедливо подозревают, что не Луна причины. Кстати, да, помните про то, что расфигачили очередной панцирь, причем это какое-то уже такое адское дежавю. Я вспомнил, что оказывается... С1, как-то так называется? Или С2 там даже. Это действительно адское дежавю. Эта штука стоит 15 миллионов долларов. Это к вопросу о том, почему дети в Кузбассе падают в обмороке. Но сейчас вдруг с величайшим изумлением выяснили, что вот это супероружие, которое вывело Россию в гонки вооружений впереди всех, оно в очередной раз разбито какой-то тихой, мирной, вялой еврейской ракетой, которая даже не ракета, а вообще дрончиком. И все этому удивились. Но, ребята, в мае уже эта ситуация была. И бедную панцирь, другую, тоже российскую, уже тогда тоже завалили. Потом, правда, Шойгу оправдывался, что бедная панцирь вообще спала, читала, молилась, она не ожидала нападения. Ну, примерно вот сейчас все повторилось точно так же. Но возвращаемся к Луне. бедную. Понятно. Возвращаемся к Луне. Дело в том, что, к сожалению, вот обитатели величайшей державы пытаются действительно переключить с дерьмовой работой власти на проделки Луны. Потому что, судя по всем социологическим опросам, у населения, друзья мои, возросла потребность выйти. Но ведь выйти надо на что-то, а не просто в некое пространство. И успешно, успешно, вопреки вашим, Оля, прогнозам, закон о том, продвигаемый закон о всеобщем и одобрении и полном одобрении любых действий власти лишает граждан выйти в ее сторону и перенаправляет их, вероятно, к Луне. Процесс там еще идет, и уже клишес опять куда-то не пришел, профильный комитет еще опять тоже что-то не сказал. И тянет, что если рассматривается какая-нибудь пакость, то вот именно пакость гарантированно будет принята. И закон обяжет ненавидеть власть только в самых комплементарных выражениях. Это не все умеют, да, это удел только профи. По-моему, хорошая форма, нормально. Конечно, да. И посему широкой публике предложена, значит, Луна. Вообще... Извините, это нужно тогда читать книжку Невзорова искусство оскорблять, знаешь, там... Да, это просто реклама. Невзоров проплатил клишесу, это же все ясно, абсолютно. Не сомнение. Мы вас раскололи, Александр Ильич. Как всегда. Но вообще, Оля, отметьте, какая была сочная неделя. Вот народ медийно окормляли на этой неделе очень мощно. Публика чавкала новостями, насыщалась. И стул ее тоже должен быть, вероятно, прекрасен. Но, правда, в соответствии с этим новым законом, вероятно, будет необходимость этот стул хранить в себе. Вот побаловали и Луной, и гуни-академиком, и прорубями, и сломанным носом, и рыбкой. Но совершенно незамеченным прошло другое событие, которое мне понравилось. Это в городе Бат, в Сан-Эндрюс, умерла директриса школы, которая в своем завещании, буквально перед смертью, она умирала скоропостижно. И она предложила, чтобы все ученики школы расписали бы, раскрасили бы ее гроб своими рисунками и своими надписями. Вот как и что они хотят. И это они сделали. И, надо сказать, мне очень нравится эта очень добрая, классная традиция, без всяких там дурацких полировок, кистей, херувимов. Вот только интересно, чтобы написали, чтобы все граждане имели возможность написать на гробах, да, тех, кто умирает, что они о них думают, да. Потому что, вот если бы на саргофаках... сказать, что о них думают, то есть, вот все древнеегипетские ругательства, во-первых, мы бы знали... Птичка, змейка, солнышко? ...закрепилось бы... Нет, я думаю, что закрепилось бы не это дикарское почтение к мертвым, другие приметы первобытного мышления. Вообще, откуда взялась эта нелепость про мертвых ничего, кроме хорошего? Эта уверенность в том, что мертвец все равно незримо присутствует, может влиять на события и как-то вредить. Вот данный всякий общественный норматив про мертвых ничего, кроме хорошего, имеет именно эти корни. Но можно пожалеть, что так получилось, потому что, если бы на саргофаке, например, неферкары было бы написано слово кретин, то, поверьте, коллайдер появился бы столетий на пять раньше, да. А вот еще был такой Амин Хемнет, да, вот на его саргофаке можно было бы написать там козел, импотент хренов, как хорошо, что ты сдох, наконец. И это было бы правда, потому что этот почтенный фараон, мало того, что он страдал ректильной дисфункцией, но в основном ему хотелось баловаться с рабынюшками, и он делал это каким-то невиданным образом, приводя в ужас даже древних египтян своей тактикой. Но вот Степ, как таковой бы, он имел гораздо более долгую фундаментальную историю, ну и, соответственно, мышление, наука, сбросили бы всякие оковы о глупых приличий гораздо раньше, но я себе представляю, как выглядели бы гробы сегодняшних властителей России, и что именно было бы написано на этих гробах. Но, к сожалению, так у нас поступать не принято. У нас, кстати, есть один саркофаг, который прям готов, вот в мавзолее стоит, там открытое пространство. Уже его судьбу, да. Да? Ну, вот давайте как бы, вот давайте от этого саркофага сразу перенесемся к рыбке. Вы знаете, да, что эту красавицу, да, красавицу внезапно освободили после комедии с задержанием полком спецназа, с насильственной усадкой в инвалидное кресло, ее освободили, и ее единственным комментарием стало выражение и ее, но, вероятно, она от растерянности в том единственном слове, которое она знает, перепутала порядок букв, да? Но надо сказать, что даже это слово в принципе неплохое. Вы задумались? Да, я пытаюсь переставить очень трудно две буквы переставить. А, понятно, хорошо. Но, в принципе, этих познаний вполне достаточно, чтобы начать солидную политическую карьеру. Не случайно же было заявлено, что она серьезный противник Лукашенко, А он, кстати, о ней заботится. Он говорит, нашу граждану не замайзет. И она это сказала. Ну, он же, честно говоря, обзавелся, насколько я понимаю, прикупил пару хороших консультантов. Он понимает, что наличие рыбки в оппонентах превращает его выборную компанию в абсолютную сказскую поэму, да? Он сможет использовать рыбку, если у него хватит на это духу. Потому что наличие рыбки в составе таких людей он мгновенно превращает любых конкурентов в набор фриков. А сейчас вообще, вот вы не заметили, но российской и не только российской публике наконец явлено то, чего она так долго ожидала. Явлено чудо, да? Появился мессия, его фамилия Дерипаска, и он сумел накормить медийный мир России пятью хлебами и двумя рыбками. Нет, подождите, рыбок было две, но хлеба и одна рыбка ушли в откат, потому что таковы правила российского бизнеса. Это своеобразное русское бизнес-мессианство. Осталась одна рыбка, но, как выяснилось, и той с лихвой хватает, потому что российская публика гораздо менее придирчива, чем население древней Иудеи. Вообще, за эти годы вывелось такое поколение медийных самочек, там, Волочкова, Бузова, Собчак, Рыбка, они все примерно схожи интеллектуальным уровнем, они уверовали в свою значимость и свою такую специфическую востребованность истолковали очень широко, но у них, правда, есть очень важная роль. Их задача снабжать убогу светскую жизнь России разбитыми носами, поломанными рогами мужей, водородной водицы, всякими шпагатами, они к тому же умеют пленять романтикой хорошо проплаченного, например, секса в океане, провинциальных девушек, тем самым воплощая в себе мечты, в общем-то, миллионов российских девиц о том, как выглядит настоящее, пусть и мимолетное, но настоящее счастье. И в этом, надо сказать, действительно, что-то есть, потому что светская жизнь России в силу своей тухловатости других наполнителей вообще никаких не имеет. И вот эти вот медийные самочки как раз являются основными генераторами этой светской жизни. И так что вот это вот будущее политической рыбки, это, вероятно, просто то, что мы называем между собой эффектом Ксюши Собчак. Вот как мы это называем. Возвращаясь к Ксюше, да, совершенно верно, вот, судя по всему, не всех меньше, всех не меньше волнует, судя по информагентствам, лентам, и ломанный режиссерский нос, да. Причем отметим, что там то, что называется было что ломать, да. Хотя, конечно, вот музыкальных режиссеров так не бьют, но так нельзя, потому что там можно было свернуть... Ну, он музыкальный в основном режиссер, там можно было свернуть просто школьную тетрадку, два раза стукнуть по лбу, эффект был бы тот же самый. А били его сильно, и Русь теперь разделилась на болельщиков за Виторгана, да, и болельщиков за Богомолова. Но с учетом того, что ценность основного победного приза, например, у меня вызывает серьезные сомнения, я не примкнул ни к одной партии. А вы за Собчак, я знаю. Нет, 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 я вообще в данной ситуации не за кого, я гадаю, кому из них дадут героя России, поскольку кровь-то все равно пролетала. Второму академику. За Россию. Да, я бы вообще, честно говоря, отдал бы звезду режиссеру, охлаждать нос поможет в ближайшее время. Вы все-таки гуманист, Александр Глебович. Конечно, конечно, конечно. А вот насчет всяких этих светских фрикций, но это явно не мое дело, и мы с вами занимаемся только изучением резонанса этих фрикций, любопытно только, что сейчас колбасит всех участников этой истории, потому что ведь, поймите, достаточно Богомолову чиркнуть два или три слова в соответствующее отделение милиции, и Виторган автоматически садится. Ну, потому что есть слишком много... Да, да, там гарантированные автоматические три года. И очень жалко, потому что дядька-то он очень на самом деле неплохой, как, кстати говоря, и Богомолов. Вот, чёрт возьми, ну, подрались бы они за Софи Лорен. Откуда вы их знаете? Да какая разница, за кого? Я бы предпочла, чтобы вообще никто не дрался. За Софи Лорен уже не так обидно было бы сидеть, да? И там всё-таки женщина видная и именитая. Но в возрасте. Но вот, кстати, или у нас перерывчик, У нас перерывчик, причём прямо сейчас Александр Невзоров, Виталий Дымарский, Ольга Журавлёва вернутся к вам после новостей. 21 часа и 33 с половиной минуты, и мы снова с вами. Александр Невзоров, Виталий Дымарский, Ольга Журавлёва, наши зрители в Ютьюбе, наши слушатели по радио, в общем, все здесь и джентльмены мы тоже с вами. Пока мы тут с вами сидим, кстати, в Венесуэле уже председатели парламента признали президентом, ну, в смысле временно исполняющим обязанностей. Американские власти признали спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайда временным президентом этой страны. А вы, Дымарский, сидите и всё промо-модуро. Не знаю, мне это не призналось. Дивзоров, что упадёт сейчас. Мне больше понравилась история с сексуальными домогательствами Табакова. Вы знаете, да, 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 да. Я вынужден, вы знаете, занимаюсь во вторник новостями с тем, чтобы достойно присутствовать на Эхе Москвы. И вот какая-то пожилая артисточка, тот самый Олег Табаков. Но не такая уж она и пожилая. Как я понимаю, как я понимаю, обязанная Табакову карьерой рассказала о злостном харассменте, которому она подверглась от Табакова. В какой-то момент их общения он голосом Матроскина сказал ей «Ну-ка, покажи-ка мне свою маленькую сисечку». Она в ответ на это изобразила скорбь, смерть, страдания, терзания. Вообще странная. карьера вообще на этом закончилась. Вообще-то, я понимаю, если бы это была крановщица или почтальон, тех действительно как бы не принято показывать, просить показывать тисечку, но для артистки, для любой, это является, скажем так, абсолютным профессиональным нормативом. Но история... В театре и кино меня всегда радовали. А о почтальонах и крановщиках. А о почтальонах и крановщиках тем более. Дело ведь в другом. Смотрите, история, ввиду совершенной и неутихающей любви, неугасающей любви народонаселения к Табакову, могла бы получить красивый поворот. Во-первых, теперь на могилу Табакова можно воскладывать сисечки, если таковые будут изготовлены, какие-то латексные, красивые. Потом может возникнуть городской обычай демонстрации сисечки на могилах, поскольку у нас жутко любят... Подождите, а чем это хуже, чем это хуже, чем куличи, крашеные яйца или венки, которые у нас так любят воскладывать к мемориалам, потому что можно ведь, Оля, пойти в этих... Да, возлагать. Можно же пойти в этих мыслях дальше, я представляю себя как почетный караул, печатая шаг, то вас складывают огромные сисечки к могиле Матроскина. И вы знаете, Оленька, вот зря вы так, зря вы закатываете глаза. Это могло бы стать всенародным ритуалом, который бы, может быть, вытеснил какие-нибудь сегодняшние современные ритуалы, потому что ведь народ жутко любит всякие мемориалы и всякие возложения и абсолютно не задумывается над тем, откуда они происходят. Вот простой пример с прорубью. Хочется мне поговорить про прорубь. Это, кстати, демонстрация тоже тела, которое вы так любите, но зимой, что редкость. Да, да. Но проруби, они овладели умами, разные причем проруби, и те, которые были наполнены фекалиями и с подогревом, и простые, и не наполнены. Но вот они подтверждают вся эта вот прорубийная ажиотация, она подтверждает мой старый постулат, что в основе, что русская духовность в основе своей имеет еврейский фольклор и в общем больше ничего, потому что вот все окунающиеся в прорубь, они полагают, что исполняют некий сугубо русский обряд. Ребят, это не так. Вот это ритуальное обмакивание, это обычная так называемая миква, да. Это еврейские религиозные обычаи перед главным посещением храма благочестивым иудеям надлежало смыть себя там месячный рвот, не любые нечистоты, это было обязательно. Все же имеет свое происхождение. Этот обычай погружения тоже имеет свое происхождение, как, например, причастие, да, все же тоже думают, что причастие это некое было ноу-хау, а на самом деле съедение человеческой плоти, человеческого мяса с песнями своего бога имеет очень древние неолитические корни, когда дикари думали, что вот съедая сердце гепарда, они учатся храбрости и быстроте, а съедая, например, десяток муравьиных трупов, они учатся такому же бесшумному подползанию к врагу. То есть вот это вот все ритуалы имеют свое происхождение. И я вот, кстати, еще открою любителям окунаться одну страшную тайну, так называемый Иоанн Креститель никаким Крестителем близко не был. И если думать, а вот так. Дело в том, что события описанные, если мы принимаем их чуть-чуть всерьез, события, описанные в Евангелиях, сильно разнесены, как вы знаете, и так называемое Крещение было задолго до того, как начал фигурировать некий Крест. И вообще, если вы посмотрите, как переводится официальное имя этого Иоанна, то он никакой не Креститель, он обмакиватель. А Иоанн был членом совершенно обмакиватель, обмакиватель. Он был руководителем очень радикальной древней иудейской секты Исеев, и он отличался от всех остальных раввинов только тем, что его миква, то есть его омовение, была абсолютно радикальной, она не была частой, как это делалось при всех иудейских храмах, а она была как бы либо раз в год, либо раз и навсегда. Но обычная миква в этими ими совершается во всяких комфортных теплых речках, а не в бассейн, не в мороз. Но с учетом того, что прорубь, это как бы у нас показатель теперь уровня развития, очень хороший маркер, а с учетом того, насколько убийственная эта забава, и какое количество пневмонии, инсультов, спазматических патологий она ежедневно, ежегодно приносит, то прорубь может считаться очень неплохим инструментом естественного отбора. Не обязательно, причем все эти последствия наступают сразу, вот всякие кардиоспазмы, да, это сразу, всякие инсультики, да, это тоже сразу, не случайно, мудрый, опытный МЧС рекомендует приходить для купания в проруби обязательно с друзьями и знакомыми, чтобы тело можно было бы сразу опознать, если что-то случится, но вот всякие почечные неизбежные... Что вы смеетесь, демарские обяжут паспорт зуба держать. Демарские опять смеются, да, да, вот всякие почечные проблемы неизбежные, типа там гематурии, почечные недостаточности, они ведь начинаются где-нибудь недельки через две, продолжаются лет 10, они не излечиваются и кончаются, в общем, довольно мучительной смертью. И в этом вопросе, вот мой вам совет, не верьте докторам, которые что-то мямлят про прорубь, что-нибудь примирительное такое врачи, во-первых, а, как правило, трусливые и боятся говорить... Но ведь была же такая всегда такое развлечение, как моржи, да, которые безотносительно к крещению и ничего вроде... Ну, они регулярно это делают, насколько я понимаю. Во-первых, они делают это регулярно. Во-вторых, вы не вели статистику смертности этих моржи. Юрий Михайлович Лужков, смотрите, сколько живет он. Вы знаете, Юрий Михайлович в свое время имел двойников не меньше, чем Владимир Владимирович, да? И ему всегда было кого обмакнуть в прорубь, а потом... Вы вообще не верите в закаливание, вот этот спорт, вот это все? Нет, Оленька, я хорошо знаю физиологию, поэтому я понимаю, что это возможно, но это избыточно рискованно, и, по крайней мере, то, что в этих прорубях нет физиологического смысла и пользы, это точно, чтобы вам не напевали так называемые филославные... А контрастный душ? Там нет физиологического раствора, точно. Контрастный душ очень тоже спорная на данный момент медицина и многократно уже опротестованная и, в общем, отчасти сданная в архив процедура. Вообще, если вы видите где-нибудь там у врача в кабинете религиозные символы, бегите изо всех ног, потому что врач... Да при чем здесь религиозные символы? Врач... Не-не-не, я про рекомендации. Врач не может быть православным, врач не может быть католиком, врач не может быть мусульманином, он либо православный, либо врач, потому что все религии имеют в своем составе такое обязательное количество обременений, ограничений, там врач свидетеля Иегова запретит вам переливать кровь, да, а врач мусульманин сообщит, что инфибуляция, зашивание больших половых губ, это нормальное дело и это обязательно нужно делать, а врач православный будет вас убеждать, что целовать антисанитарные куски сушеных трупов, то есть мощей, это все тоже ведет к исцелениям, поэтому вот либо врач, либо православный, любая религия с нормальной клинической, академической медицины, увы, абсолютно несовместима. Ну вы что-то знаете такое, что... Все задумались. Да, что... Вы сразу представите врачей, которые... Ну, бывает. Ну, бывает. Вообще, вообще врачизм и докторизм, медицина должна для доктора быть сама по себе абсолютной религией, и он должен служить только этой медицине, причем в ее именно академических подлинных смыслах слова, потому что у нас мы же видим, да, до какой степени все превращается в идиотизм. Вот, посмотрите новости из Кургана. Там у пациентки, у пациентки, которая только что выпуталась из лап пластических хирургов, посмотрите внимательно в интернете, взорвалась грудь, да, и это было не эхо, это было не эхо прошедшей войны, причем даже ИГИЛ поинтересовался размером груди и не взял на себя ответственность за этот взрыв, вот за Магнитогорск взял, да, а за этот взрыв не взял, но с Магнитогорском тоже, знаете, Оль, я могу на себя вот сейчас, учитывая большой общественный резонанс, взять ответственность за второй крестовый поход, да, или за землетрясение в Лиссабо, хотя за второй крестовый поход многие уже взяли на себя ответственность, Виталий Науч не даст соврать. Виталий Науч на себя ответственность за второй За второй я оставляю Невзорова, это точно. Понятно, поэтому очень неплохо, когда для медиков является единственной и постоянно исповедуемой религией сама академическая медицина. Меня заинтересовала даже не столько медицина, сколько ваша уверенность в том, что как-то у Юрия Михайловича были двойники, вы сказали, такие, столько же, сколько у Путина. У Путина есть двойники, вы уже знаете давно. Любой правитель, который может себе это позволить, всегда позволяет, и это продиктовано обычными нормальными мерами безопасности, в этом нет никакой конспирологии. И это, скажем так, весьма и весьма обыденность. А Путин же окунался в прорубь? Вот поймите, там могут окунуть кого угодно, я думаю, что существует специальный персонаж для окунания. Джентльмены, вас правда это интересует? Окунался ли Путин в прорубь? Нет, нас это не сильно интересует, мы прекрасно понимаем цену этих демонстраций, и их игровой момент для нас тоже не является секретом. А можно мы окунемся в другое место? Извини, Оль, Путин не мог окунуться, ты знаешь почему? Потому что вода перед ним раступалась. Да, или он шел по ней прям по окипосу, это мы знаем, поэтому двойник, это все объясняет абсолютно. Можно окунемся в какое-нибудь озеро Кома лучше, Александр Григорьевич, давайте... Вы имеете ввиду Соловьева, да? Ну конечно, это тоже скандал. Вообще, ну нельзя сказать, что это крупный скандал, потому что вообще по меркам Кома, виллочка, вилетта, да, как это там называется, примерно за миллион долларов, это весьма скромная штука. Но я абсолютно не удивлен и не огорчен доходами Соловьева, потому что он, например, меня оказался значительно способнее и умнее. И он, я считаю, по праву это все имеет, поскольку где-то в 2014 году, когда у государства зачесалась державность снова и стали вербовать людей на обеспечение этой державности, обратились ко всем. Ко всем старым медийным волкам, и надо было сдать один экзамен, надо было произнести вместе два слова, всего два слова. У кого это получалось, сразу, сразу включались в большую игру, надо было сказать вместе два слова «Крым и наш». У меня не вышло, к сожалению, до сих пор себя проклинаю, но у меня это не получилось. А сейчас бы на первом канале, Невзоров, нарядный. Нет, я думал, был в КО, хотел сказать, в КОМе. Ну да, короче говоря, у него это получилось сразу, и получилось, надо сказать, неплохо он, поймите, действительно выдающийся, предельно талантливый лицемер, который со смехом сам оценивает свои пропагандистские выходки, и при нормальном общении это совершенно другой человек. А вы, кстати, с ним общались давно? Очень давно, очень давно, но всё, что я о нём знаю сейчас, позволяет говорить о нём как о выдающемся артисте, да. Поэтому, конечно, вот давайте с озера КОМа мы ещё по поводу его выбора, который он сделал. Мне очень понравилась история, во-первых, с митингом про Курилы, да, где собрались какие-то опять застиранные персонажи, собрался Чаплин, и вот они за эти Курилы бешено агитировали. Хотя вот мне интересно, а сами-то они что думают? Что в их жизни изменится от того, будут эти Курилы, не будут эти Курилы? Что для них поменяется? Будет ли для них хоть какой-нибудь лучик надежды получить лишние две тысячи к пенсии или каким-то образом обеспечить своих внуков образованием? Нет. Но там же, кстати говоря, по соседству с этим митингом, вот была гораздо более интересная ситуация, там стоял некий шехтовщик. Кто-кто? Из шехтовщик. Из провинциального, мрачного, загазованного, ядовитого города с плакатом. Я шехтовщик, я получаю 25 тысяч рублей зарплаты, москвичи, вам не стыдно? И вот можно подумать, что все москвичи должны были подавиться смузи, отрыгнуть круассаны и встать рядом. А кто мешает шехтовщику, Михаилу, по-моему, послать эту шехтовку нафиг и начать перелицовывать свою судьбу, чтобы получать не 25 тысяч? Его что, гвоздями приколотили? Конечно. Его гвоздями приколотили. В конце концов, ведь у каждого человека в день, по свидетельству Корлейли, есть как минимум 5 или 6 возможностей радикальным образом изменить свою судьбу. И вот так вот выходить воплощенной укоризной к публике и пытаться ее усовестить, это самое глупое и жалкое из всего, что может быть. Потому что Россия ведь действительно волшебная страна, это мы видим на примере Дерипаски, это мы видим на примере Рыбки, это мы видим на примере Соловьева, мы это видим на примере даже самого Рогозина. И мы понимаем, что если Рогозин мог стать главой Роскосмоса, то этот шехтовщик с Красной площади... Уже был бы президентом Академии наук. Несомненно, Оленька, вы попали в самую точку. Александр Глебович, а правда объясните мне, вот на примере этого шехтовщика, я вот все время думаю, когда говорят, вот голодают работники там московского хлебозавода, им полгода не платят зарплаты. А что, больше нигде в Москве работать работником хлебозавода негде? В Москве? Я не знаю. Но это всего лишь иллюстрация к тому, что вы сказали. Да, совершенно верно, они предпочитают вот какую-то свою грошевой уют, эту убогую стабильность, прорыву, авантюре и возможности найти себя. Мне вот тут прислали вопрос, слышал ли я про то, что Эстония распорядилась нацелить ракеты на Петербург, да? Да, было дело. Честно говоря, мне это не беспокоит, потому что эстонские ракеты летят медленно, и пусть с этим разбираются наши внуки. Я думаю, что они примерно где-нибудь там лет через семь покажутся на горизонте. Слушайте, а по поводу, возвращаясь к Курилам, вот лично вам, вам все равно. Мне абсолютно без разницы. А мирный договор вас волнует? Кто? Будет мирный договор или не будет? Меня тоже абсолютно не волнует. На мою судьбу, на мою жизнь, наличие или отсутствие мирного договора с Японией, а также наличие или отсутствие каких-то Курил вообще никакого влияния оказать не могут. Я просто хочу, чтобы это понимали все, потому что вот этот бедный и, судя по всему, отличный парень, шехтовщик, он ведь думает, что он там служит Родине. И, вероятно, это является его оправданием своему собственному бессилию и своей собственной пассивности. Но я просто их призываю... Он все-таки активный, приехал в Москву позорить москвичей. Приехал зачем? Приехал пожаловаться. Вот у нас Питер, Питер заваленный снегом, а есть Росгвардия, да, которая пришивает уже 17-й километр лампасов на своих генералов и хлыщет коньяком, заняться больше нечего. Это Вишневский очень правильно все сказал. И вот они тоже, они будут хранить сияние как арт, но никто из них никогда даже не задумается над тем, что надо брать лопаты в руки и хоть как-то оправдать свое существование. То есть вот эта вот амебность убогая, да, она до сих пор присутствует как основной фон. И когда мы говорим там что-то про 90-е годы, вот сейчас Песков слышали, он там вдруг разразился тирадой про 90-е годы, и почему-то он заговорил про то, что он помнит, как в 90-е годы в брянских лесах свирепствовали банды. Вот чем там бандам заниматься, там пытать мухоморов, грабить зайцев. А Песков же в это время извозом по Москве занимался, если я правильно понимаю. Это все прозвучало, прозвучало очень драматично, но не менее драматичное пришло известие о том, что вот ту бедную дознавательницу, которая была жертвой изнасилования, ее так и же выгнали из милиции. Как вы думаете, за что? За распитие спиртных напитков на рабочем месте. Но поскольку это одно из основных занятий всех милиционеров, распитие спиртных напитков, и в этом нет ничего абсолютно страшного. Я помню, питерский угрозы, эпохи 600 секунд, они пили всюду, они пили в засадах, на задержаниях, они пили при осмотре трупов, они пили в здании главка, они пили везде, и статистика раскрываемости была совершенно сумасшедшей. Это ничему не вредило. И вот сейчас, когда эту бедную изнасилованную дознавательницу изнасиловали, да еще и выгнали из милиции, причем за что? При том, что мы знаем, что в общем милиция этим занимается много и повально. Вот интересно, кто уволит все МВД за пьянство на рабочем месте, кто объявит непосредственно это увольнение. Мне было бы очень интересно посмотреть. Но Песков, Песков со своим рассказом про Брянский лес не прав. Он имел в виду, что... Шумел сурово Брянский лес, вот откуда он это взял. Я думаю, что из песни. Да, он имел в виду, что все это в прошлом. И вероятно, как бы он имел в виду, что 90-е уже не дышат нам в затылок. Правильно, правильно, они уже нам дышат в лоб. Я думаю, что это удовольствие придется то, что называется, повторить. Вот, кстати, про 90-е. Полемика, батл Захарова-Чубайс, они чему нас учат? Они нас учат тому, что Чубайсу надо заняться собой. Потому что вдруг Чубайс, который всегда был злым, всегда был резко и, в общем, очень недурно говорящим человеком, опустился на смешной уровень своих собеседников. И полемика, которая могла бы существенно оживить медийное пространство и всех повеселить, вышла настолько тухлой и тускленькой, что мне, например, за Чубайса было стыдно. При том, что аргументы там со всех сторон были весьма и весьма вялые. Вы знаете, там еще в эту полемику вмешался и ваш любимец Соловьев. Это ваш любимец, извините, Александр Глебович. Нет, тогда уж давайте мы будем абсолютно объективны. И все-таки право первой ночи здесь принадлежит Венедиктову. Это все-таки основная страсть. Ну хорошо, ладно, договорились. Можно в финале вас попросить? Вы мне обещали сегодня о самой красивой смерти недели рассказать. Ой, самая красивая смерть недели, это, конечно, совершенно волшебное происшествие. Действительно красивое, потрясающее. Вот я был бы счастлив, если бы... Ну вообще я не очень люблю людей, мне не хочется для них делать что-то хорошее. Но если бы мне удалось помереть так же полезно, то, наверное, это было бы неплохо. Самая красивая смерть недели, это была смерть того маленького ростка хлопка, который умер естественной смертью на Луне, на маленькой китайской плантации, где китайцы впервые показали, что вечный вопрос так называемой панспермии или абиогенеза может быть разрешен абсолютно бескровно. Вы знаете, что по поводу этого вопроса долгое время Оля долбились лбами люди и теория панспермии, согласно которой жизнь была принесена на Землю в виде каких-то уже либо клеток, либо хотя бы молекул с какой-то другой планеты, она долгое время была очень спорной, очень дерзкой, с ней не соглашались, ей была противопоставлена великолепная теория Александра Ивановича Апарина про абиогенез. И вот теперь становится понятно, что на самом деле вопроса спора нет, потому что вся Солнечная система, по сути, большая деревня. И какая разница, где и когда зародилась жизнь, да, она действительно может быть перенесена, она может быть перенесена и в хондритных метеоритах, которые, кстати говоря, многие... Так что она все равно где-то зародилась. Да, вопрос, вопрос все равно упирается в том, что абиогенез, то есть химическая эволюция, приводящая непременно к возникновению органических молекул, где-то происходит, где есть для этого соответствующие условия. Но нам это все, мы все это знали, все это понимали, но вот так наглядно, так трогательно и так великолепно нам объяснила это смерть маленького ростка китайского хлопка. Спасибо большое, Александр Невзоров, Виталий Дымарский и Ольга Журавлева на этом с вами прощаются. Всего доброго. Продолжение следует...